Колхозный рынок Набаторина стал местом бойкой торговли на сваям. Продавцы сбывали слабонаркотическое вещество в одном ряду с фруктами и овощами. Основными покупателями были несовершеннолетние. Вот этот человек вместе с сообщником травил владимирских детей. Мне женщина пришла, передала, сказали, передадите, беки. Ранее судимое? Да. За что судимое? За охранение наркотиков. В ходе обыска на рынке обнаружили 200 килограммов на свае. Да и удивительно при этом выглядит то, что владелец рынка никакой ответственности, по крайней мере, пока не понес. Кроме того, три тонны того же вещества в нашу область ввезли. Правда, не успели реализовать. Вот этот человек пытался откупиться от наркополицейских. Правда, по его версии, это вовсе не взятка, а новогодний подарок. Хотел отблагодарить сотрудника госнарконтроля и хотел на Новый год подарить бутылку коньяка. Так как с собой бутылка коньяка не оказалась, дал в денежном эквиваленте 5000 рублей. На свае часто считают безвредным, но это не так. Его употребление приводит к никотиновой и психологической зависимости. В данном случае изменения в организме практически необратимы. Последствия для здоровья самые серьезные, вплоть до рака. Между тем, на свае не входит в официальный список наркотических веществ. Чтобы возбудить уголовное дело, следственным органам потребовалась формулировка «товар, не отвечающий требованиям безопасности». А это уже совсем другая статья и, соответственно, другое наказание. Если говорить о курительных смесях вообще, то законодательство за их многообразием просто не успевает. Только вещество попадает в список запрещенных, как тут же находится законный аналог. При этом торговцы стали осторожнее и давно ушли в сетевую тень. Заказы принимают только по переписке, а доставляют в форме так называемых закладок, но в любую точку города. Объявлений в сети, между тем, не становится меньше. И к решению проблемы нередко подключаются общественники, ловят, так сказать, наживца. Правда, не всегда результат оправдывает ожидания. Продажи спайса в интернете часто становятся основой для журналистских расследований. Так, корреспондент из Краснодарского края решил провести свою контрольную закупку. Но с правоохранительными органами ее не согласовал. В результате бдительные кубанские полицейские его задержали, а суд дал три года лишения свободы. Анна Ливадня, Александр Мажаров, Артем Горчаков, 6 канал.